В Нижневартовском речном порту закипела работа. Вслед за ледоходом в город пришел теплоход из Томска. Привез дефицитный щебень. Местные строительные компании с нетерпением ждали, когда лед на обе вскроется. Речпорт уже принял почти 30 тысяч тонн груза. Это плиты, кирпичи, железобетонные конструкции. Сейчас идет разгрузка и обработка прибывших стройматериалов. Плотовод 695-й Нижневартовскую. Да, нас ядер. Ну что, ребятки, как дела там? Ну, отводим сейчас, будем подводить 28-93. Вся жизнь Василия Семкина неразрывно связана с обью. Он начинал трудовой путь в 1975 году матросом, когда речной порт базировался еще в старом Вартовске. Был рулевым мотористом, штурманом, а сейчас работает старшим диспетчером. Говорит, несмотря на большой опыт, ждет начало навигации будто в первый раз. Работы прибавляются в разы, потому что все суда порта нужно отправить в плавание вовремя. Приготовить к работе и отправить их со всеми документами, чтобы было все благополучно. И в равном техническом состоянии были они все. С прогнозами погоды, чтобы документы были там, чтобы путевую информацию имели они. Конечно, сначала навигации работы больше. География присутствия судов Нижневартовского речпорта охватывает практически всю ОПИ, от Новосибирска до Салихарда, а также акваторию Иртыша. Три года речники помогали строить мост через Иртыш в Казахстане. Порт Нижневартовска насчитывает 30 единиц флота, теплоходы, плавучие краны, баржи. Путь по реке от столицы Самотлора до Томска занимает 8 суток. Поэтому один теплоход в целях экономии времени зимовал в Томске и перешел домой вслед за ледоходом. Он привез около 3000 тонн дорожных плит. Сразу за льдом мы получили большое количество груза сыпучего и плиты дорожной. Сыпучего груза порядка 25 тысяч тонн уже за три дня. Плиты, баржу там 2,5 тысячи тонн. Хотя порт запасается впрок на зиму материалами, к концу весны они заканчиваются. Строительные компании начинают испытывать дефицит щебня, железобетонных конструкций и других материалов. Поэтому речники стремятся как можно быстрее доставить их в Нижневартовск. Сейчас идет разгрузка первых прибывших стройматериалов. Одна баржа может привезти столько же груза, сколько вмещает целый железнодорожный состав. Со дня на день в порту ожидают прибытие 18 тысяч тонн щебня. Сейчас ледоход находится в районе Сургута, поэтому официально навигация еще не началась. Но у нижневартовских речников большой опыт, поэтому они грамотно используют освободившуюся от льда часть реки. Два теплохода уже отправились за грузом в Томскую и Новосибирскую области. Елена Составова, Рамиль Хайрулин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.